МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Посмотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Более 35% жителей Самары уже прошли всероссийскую перепись населения. Глава города Елена Лапушкина рассказала о важности этой процедуры. Без отрицательного теста на ковид выход из дома запрещен. Как в Самаре следят за режимом самоизоляции амбулаторных пациентов. В России стоимость новых автомобилей выросла на 20%. За сколько сегодня можно купить машину и что влияет на рост цен? 450 тысяч россиян в год. Инсульт может стать одним из последствий перенесенного ковида. Как выявить первые признаки и обезопасить себя? Третья перепись населения в Российской Федерации в самом разгаре. До конца масштабной работы осталось чуть больше двух недель. Более 35% самарцев уже приняли участие в переписи. Более трети из них сделали это в онлайн-формате на сайте госуслуг. Почему важно пройти эту процедуру? Как отличить переписчика, пришедшего к вам в гости от мошенника? А также что делать, чтобы вас не переписали дважды? Расскажем в следующем сюжете. К специалистам в этом кабинете Самара-Стата поступает вся актуальная информация о переписи населения. Здесь данные собирают и обрабатывают. Сюда приходит информация из сайта госуслуги, и из переписных пунктов, и от переписчиков, которые лично обходят квартиры и дома самарцев. С 15 октября участие в переписи приняли более 35% жителей города. Несмотря на большое количество участников, онлайн-перепись на услугах проходит в штатном режиме. Сбоев не зафиксировано, и все вопросы оперативно решается служба технической поддержки при взаимодействии с Росстатом. Эта перепись первая цифровая. Мобильные бригады переписчиков работают со специальными планшетами. Все они регулярно сдают ПЦР-тесты и имеют средства индивидуальной защиты. Важно! Переписчики носят специальную брендированную одежду, маски с эмблемой переписи, а также специальные удостоверения, которые они должны показывать вместе со своим паспортом. И переписчики никогда не настаивают на том, чтобы попасть в квартиру. Они могут переписать вас и через закрытую дверь, и на лестничной клетке. Если переписчик активно требует зайти в жилое помещение, это мошенник. Вопрос проходится вне квартир и домовладения. Переписчики не заходят внутрь помещения. Переписчик не интересуется персональными данными, то есть это зарплатой, паспортными данными, номерами карт. Исключены и случаи двойного учета гражданина. Если вы прошли перепись на госуслугах, вы можете показать переписчику QR-код. Если данные об одном человеке попали в систему дважды, то программа сравнит анкеты и оставит в статистике только одну. Участие в переписи крайне важно, поскольку исходя из этих данных будет планироваться социальная политика на ближайшие годы. Эти статистические данные крайне важны для строительства школы, для строительства новой инфраструктуры, для обновления дорог, для новых маршрутов, для строительства больниц, для строительства жилья. Я уже заполнила переписной лист, и я это сделала через госуслуги. Очень удобно, очень быстро. Я на это затратила, мне кажется, максимум минут 10. На госуслугах принять участие в переписи можно до 8 ноября, а переписчики будут обходить самарцев до 14 ноября. Первые итоги аналитики подведут в начале 2022, а все результаты переписи будут готовы к концу следующего года. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 1389 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе с начала пандемии – 130 325 человек. Такие данные в пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 778 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 100 325 пациентов. В Самаре продолжаются проверочные рейды по адресам амбулаторных больных коронавирусом. Утром проверяют по домофону, вечером контрольный звонок по телефону. Узнают о самочувствии, при необходимости связывают с поликлиникой. Но самое главное – контролируют, чтобы человек не покидал свою квартиру, пока не получит отрицательный результат теста на COVID-19. Нарушителям самоизоляции грозят административные штрафы. Подробнее расскажет Мария Левина. Только в Куйбышевском районе Самары порядка 700 больных коронавирусом проходят лечение на дому. Они обязаны соблюдать режим самоизоляции. За соблюдением ведут строгий контроль. Каждое утро сотрудники районной администрации обходят адреса и связываются с больными по домофону. А по вечерам делают контрольный звонок по телефону. Обзвон может растянуться на несколько часов, рассказывает управляющая микрорайоном Марина Максимова, под присмотром которой 40 человек. Иногда приходится быть в роли психолога. Люди сидят на самоизоляции, им не хватает общения. Кому-то просто необходимо высказаться, особенно жителям пожилого возраста. У кого-то есть некий вопрос по лечению, по состоянию здоровья. Соответственно, эти сведения мы через руководителя отдела передаем также в городскую больницу номер 10. С ними связываются уже медицинские сотрудники. В рамках своих, там, свои компетенции оказывают им помощь. Самое главное, за чем следят проверяющие, соблюдение самоизоляции. До получения отрицательного результата теста на коронавирус, человек не имеет права покидать стены своей квартиры. В противном случае им грозит административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Порядка 15 человек на сегодняшний день задействовано в этой работе, непосредственно в обходах и в обзвонах. Таким образом, нагрузка на каждого сотрудника достаточно существенная. Но мы понимаем, что сейчас у нас в городе, во всем регионе, ситуация достаточно непростая. Мы надеемся, что вот эта очередная вспышка пойдет на оболь в ближайшее время. И как раз таки, чем тщательнее этот контроль будет производиться, чем люди, которые сейчас находятся на домашнем лечении, будут более дисциплинированно себя вести, ответственно подходить не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих, тем быстрее эта волна схлынет. В Самаре сохраняется сложная эпидобстановка. Горожан призывают не посещать общественные места, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также пройти вакцинацию тем, кто этого еще не сделал. Все эти меры позволят разорвать цепочку распространения опасного вируса. Мария Левина, Николай Сидоров, События. В Самаре продолжается вакцинация. Нерабочие дни – самое подходящее время, чтобы позаботиться о здоровье и сделать прививку. Пройти вакцинацию можно как в поликлинике, по месту жительства, так и в мобильном пункте. Как прошла процедура в селе Нижнее Санчелеево в нашем сюжете. Жительница села Нижнее Санчелеево Ольга Корж вместе с мужем работает дальнобойщицей. Коронавирусом уже переболела. Воздоровление далось нелегко. Давно хотела сделать прививку, но опасалась, что с ее заболеванием, с сахарным диабетом, это противопоказано. Врач убедил в обратном. Я обратилась в Ставропольское ЦРБ к эндокринологу. Она сказала, что можно, и даже если я заболею повторно, это будет намного легче. Лидия Галишева и Владимир Ачимов в необходимости вакцинации уверены и сегодня пришли за вторым компонентом. Болеть неохота. Второй раз мы уже пришли. Поэтому у нас уже ревакцинация, все равно уже надо продолжать. Мы тот раз прививались и этот решили раз. Жить охота. Прививки от коронавируса жителям делали в местной поликлинике. Но сейчас врачи сами заболели. Чтобы не оставлять сельчан в опасности, глава поселения пригласила мобильный пункт вакцинации. На сегодняшний день записано 80 человек, но заявки поступают, поэтому мы готовы поехать и довезти недостающие вакцины. То есть никто не уйдет сегодня непривитым. По словам врачей, привитые болеют легче и недолго. А главное, им удается избежать постковидного синдрома, который порой привозит к нарушению работы системы кровообращения, инсульту или инфаркту. Ну, заболеваем, вы сами знаете, что рост везде идет, особенно по Самарской области, но и в Ставропольском районе тоже практически отмечаем очень высокий всплеск. Практически ежедневно у нас идет прирост от 25 до 30 человек. Но единственное, что хочу сказать, что непосредственно кто вакцинированный, если такие, ну у нас в среднем где-то 2,5% заболевает вакцинированных. Это небольшой процент. И если даже они заболевают, мы просто смотрим по состоянию этих пациентов, они переносят намного легче, без всяких осложнений. То есть практически они находятся на амбулаторном лечении. Сейчас в области работают 167 пунктов вакцинации, в том числе 9 круглосуточных. Задействованы мобильные ФАПы и более 50 мобильных бригад, которые осуществляют и вакцинацию пожилых на дому. Медики Самарской области, которые работают в красных зонах, убеждены, что прививка сейчас – это жизнь. Именно она позволит не оказаться в реанимации и избежать тяжелых последствий. Виктория Шарая, События. Чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, на территории области введены нерабочие дни. Однако сотрудники многих отраслей продолжают трудиться, а значит и детские и дошкольные учреждения работают в режиме дежурных групп. Роспотребнадзор проводит контроль за соблюдением санитарных норм и требований в детских садах. Что показала проверка, расскажет Максим Магомедов. На входе обязательный контроль температуры и обработка рук антисептиком. Для родителей, которые приводят малышей, предусмотрены одноразовые бахилы и маски. Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в детский сад номер 97, чтобы посмотреть, как соблюдают санитарные нормы и исполняют противоэпидемические меры. Сейчас проводится проверка плановая всех действующих санитарных правил, которые распространяются на общеобразовательные организации, в том числе санитарные правила по ковид. То есть с того момента, как мы начали жить с ковидом, мы в том числе во время плановых проверок проверяем действующие санитарные правила по ковид. Проверка начинается с пищеблока. Все сотрудники готовят еду с использованием средств защиты. В доступных местах находятся дезинфицирующие средства. На рабочих столах чистота и порядок. Журнал учета контроля температуры также в наличии. На входе в раздевалку детей встречает воспитатель. В его обязанности входит фиксация в журнале температуры тела каждого ребенка. Родителям разрешают помочь детям только переодеться. Внутрь помещения группы их не пускают. Подобные меры уже давно перестали смущать пап и мам, отмечает Наталья Лазарева. Говорит, что обеими руками за безопасность. Мы все прекрасно понимаем, сейчас такое время, поэтому проблем нет. Я говорю, что мы уже просто привыкли давно, но так с прошлого года. В настоящий момент в этом саду организовано 17 дежурных групп, которые работают по обычному графику. Из 530 детей в дошкольное учреждение ходит только половина. Как отметила заведующая Евгения Нилова, ограничений на посещение никаких нет. Если родители заявляют о необходимости в дежурной группе, то ребенку предоставляется место. С нашей стороны, соответственно, мы организуем все комфортные условия для наших родителей и для воспитанников. Объединять группы мы, естественно, в дежурном формате не будем. Создадим условия так, чтобы ребенок в дежурной группе ходил к своему воспитателю. По результатам проверки сотрудники Роспотребнадзора не выявили нарушений. Все работники сада прошли вакцинацию против коронавируса. Образовательный процесс идет в соответствии с графиком. Режим дня соблюдается. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События. Далее вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. В Центробанке предупреждают о новом типе финансовых пирамид. Какую уловку мошенники придумали на этот раз. Деньги граждан пытаются выманить через онлайн инвестиционные игры. В чем суть, расскажу позже. Но сначала о поддержке бизнеса. Правительство предусмотрело дополнительные меры поддержки для бизнеса. На эти цели предполагают выделить до 20 миллиардов рублей. Деньги начнут перечислять 1 ноября. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, главная цель программы – сохранение занятости в организациях, у которых в период ограничений есть обязательства по зарплате, аренде и коммунальным платежам. Центробанк зафиксировал распространение в России нового типа финансовых пирамид в форме онлайн инвестиционных игр. Таких проектов всего 8% от общего числа пирамид, выявленных в третьем квартале этого года. Но некоторые из них только начинают раскручиваться. Они привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой – игровой формой. Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств. Покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но для того, чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков, как правило, знакомых или родственников. То есть их принцип заключается в сетевом маркетинге. При этом, если игроков нет, проект останавливается. А деньги вывезти нельзя, потому что их уже вывели мошенники. Как подчеркивают эксперты, в таких пирамидах пострадать могут и дети. Жители России готовы купить подержанную машину за 440 тысяч рублей. Максимальная цена нового автомобиля не должна превышать 1 миллион 200 тысяч. Об этом говорится в исследовании сервиса одного из банков. Наиболее значительные суммы готовы потратить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Владивостоке. Каждый пятый потенциальный покупатель, который планирует покупку в ближайшие 2-3 месяца, рассчитывает на машину без пробега. А между тем, новые автомобили для россиян подорожали в среднем на 20%. Рост стоимости вызван дефицитом предложений на рынке. С чем связано снижение количества поступающих в продажу машины, как это влияет на цену подержанных авто, расскажем в сюжете. Покупать машину сейчас или подождать? Этот вопрос терзал автолюбителей еще в начале года. На рынке новых автомобилей сохраняется дефицит, который был вызван выросшим спросом. Как заявляют автодилеры, в этом году производители в течение года повышали цену шесть раз. Таким образом, стоимость нового авто увеличилась более чем на 20%. Так, за бюджетную иномарку придется заплатить свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей. За авто отечественного производства попросит от 700 тысяч. Поставки автомобилей, соответственно, всем брендам в ограниченном количестве, что, конечно, рынок перегревает, потому что люди, тем более, обычно, 3-4 квартал, люди, когда приобретали, меняли автомобили. Соответственно, трафик достаточно высокий. Автодилеры отмечают увеличение сроков ожидания поставки новых автомобилей. Это связано со снижением производственных мощностей заводов по изготовлению микрочипов, которые применяются в блоках управления электроникой автомобиля. Опасаясь дальнейшего повышения цен, автолюбители готовы купить практически любую машину. Это позволяет продавцам сбывать автомобили с большим количеством дополнительного оборудования, что, в свою очередь, ощутимо влияет на конечную стоимость покупки. Высокая цена заставила покупателей обратить внимание на рынок БУ автомобилей. Купить машину с пробегом по привлекательной цене – миссия невыполнима, шутит специалист по поиску поддержанных авто Павел Семенов. На рынке поддержанных автомобилей, если сравнивать с периодом начала прошлого года, в среднем стоимость поднялась примерно на 20-25%. Это относится абсолютно ко всем бюджетам, абсолютно всем классам автомобилей. И самое интересное, поддержанные автомобили подорожали больше, чем новые автомобили. В прошлом году из-за падения курса рубля подорожали все комплектующие на новые автомобили. Соответственно, люди все пошли скупать новые автомобили, из-за этого образовался дефицит. Очередь продлилась на 2-3 месяца. И, следовательно, те, кто хотели купить новый автомобиль срочно, им пришлось идти на рынок поддержанных автомобилей. Продавцы поднимали необоснованно цены, и поэтому вторичка выросла быстрее. Специалисты рассказывают, чтобы приобрести бюджетную иномарку с пробегом до 100 тысяч километров, придется потратить не менее 700 тысяч рублей. Годом ранее предложения в этом сегменте начинались от 550 тысяч. Не меньше прибавили в цене автомобили отечественного производства. Так, за машину с небольшим пробегом и на механической коробке передач продавцы попросят от 400 тысяч. Для сравнения, в прошлом году ценовой диапазон был от 320 до 350 тысяч. По словам автоподборщиков, количество предложений на рынке автомобилей с пробегом заметно сократилось. Поэтому специалисты советуют не затягивать с покупкой как новых, так и поддержанных машин. Официальный курс доллара 70 рублей 52 копейки, евро 82 рубля 29 копеек, нефть марки Brent 84 доллара и 41 цент за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Важна профилактика и правильное оказание первой помощи. Сегодня во всем мире день борьбы с инсультом. В группе риска люди с диабетом, ожирением, аутоиммунными заболеваниями и почечной недостаточностью. Обычный инсульт развивается мгновенно. Но бывают случаи, когда симптомы проявляются постепенно в течение нескольких дней. Как распознать недуг и предотвратить его развитие, расскажет Ольга Хомракулова. «Улыбнись, помаши мне рукой и скажи привет». Это три основных приема распознавания признаков инсульта. Чаще всего все начинается с приступа резкой, нестерпимой головной боли, а следом меняется походка. Инсульт изменяет черты лица, речь становится невнятной. Ежегодно острое нарушение кровоснабжения мозга настигает примерно 450 тысяч россиян. Последствия у заболевания серьезные, поэтому чем быстрее его диагностируют, тем лучше. Точка невозврата наступает после шести часов бездействия. Если оказать помощь вовремя, после инсульта можно восстановиться полностью. Тем более, что в Самарской области техническое оснащение и квалификация медиков позволяют это сделать. Как отмечают врачи, сегодня в группе риска пациенты с перенесенной коронавирусной инфекцией. Если раньше мы говорили о том, что это больные, которые плохо контролируют артериальную гипертензию, больные, которые не следят за уровнем холестерина в крови и в целом липидов, то в настоящее время мы можем говорить, что эта группа пациентов пополнилась еще и больными, перенесшими ковид. Да, мы шире применяли тромболизис, да, мы экстракцию тромбов проводили, да, мы научились значительно лучше лечить геморрагические инсульты. Все это в целом улучшило ситуацию с оказанием помощи этим больным. Профилактика инсульта сводится прежде всего к коррекции образа жизни. Также важно держать под контролем давление и основные показатели крови. Стоит проконтролировать уровень артериального давления. Если он свыше 140 и 90 мм трубого столба, то это уже повод обращения к врачу. Прежде всего, это, естественно, общие анализы крови, биохимию крови можно сдать, туда поет общий холестерин, глюкозу крови. Все эти анализы в регионе можно сдать бесплатно в рамках диспансеризации. Для граждан от 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года. После 40 лет по новым правилам проходить диспансеризацию нужно ежегодно. Кроме того, с 1 июля для больных, перенесших ковид, есть еще один этап диспансеризации – углубленный. Если по результатам обследования у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то окажут необходимое лечение и направят на реабилитацию. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. В Самарской области возбудили уголовное дело после пожара, в котором сгорели 8 домов. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Напомним, пожар произошел 23 октября в селе Подгоры Волжского района. Уголовное дело расследуют по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сотрудники полиции вместе с администрацией села и жителями организовали патрулирование сельских улиц. С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, установлению свидетелей и очевидцев, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые инспектора полиции, представители других служб и подразделений территориального органа внутренних дел производят подворовый обход, в ходе которого оставляют гражданам номера телефонов для экстренной связи. Сотрудниками полиции с места происшествия изъяты следы и предметы, по которым назначена доктороскопическая и комплексная пожарно-техническая и физико-химическая судебные экспертизы. В Сергеевском районе бойцы спецподразделения «Гром» штурмом взяли квартиру подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Местного жителя задержали по информации, полученной от соседей. Они рассказали, что мужчина 32 лет торгует наркотиками. Оперативники выехали по указанному адресу и задержали подозреваемого. В присутствии понятых в его квартире они обнаружили и изъяли упакованные порошкообразные вещества серо-коричневого и синего цветов. Изъятые полицейские направили на экспертизу. Она показала, что это наркотики общей массой около двух граммов. По данным сотрудников полиции, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Наркотики приобрел через интернет для продажи и личного употребления. В отношении него возбуждено два уголовных дела – незаконное хранение и незаконный избыт наркотических средств. В значительном размере. Мужчина заключен под стражу. 29 октября в России отмечают День образования вне ведомственной охраны Росгвардии. Этой службе исполняется 69 лет. Ее сотрудники круглосуточно обеспечивают правопорядок на улицах городов и поселков. Ежедневно пресекают правонарушения и преступления. Готовят молодых стражей правопорядка из 14 регионов ПФО в Тольятти. Подробности в нашем сюжете. Разберем в режиме реального времени выполнение норматива номер 48 для групп задержания вне ведомственной охраны по выезду группы задержания к месту срабатываемой сигнализации и проверке охраняемого объекта. По легенде, сигнализация сработала в кафе «Сосновый бор» на улице Железнодорожной. Оперативная группа немедленно выехала по адресу. Выяснилось, что на сотрудника кафе напали трое злоумышленников, которые были немедленно обезврежены. Первоначальную подготовку сотрудники, которые только устроились на службу в органы Росгвардии, проходят в центре подготовки личного состава Приволжского округа. Программа подразумевает комплексное обучение. Наряду с изучением теории, прав, обязанностей и задач, которые стоят перед сотрудниками вне ведомственной охраны Росгвардии, курсанты получают массу прикладных знаний. На практических занятиях, где используются реальные примеры жизни, изучают секреты профессиональной подготовки. Главная задача, которая во все века была у сотрудников вне ведомственной охраны, ему нужно было сделать так, чтобы правонарушитель не смог перехитрить милиционера, потом полицейского. Нужно было так умело расставить вот эти сети на охраняемых объектах квартиры, для того, чтобы туда взломовышленник обязательно попался. А все, что касается вопроса обеспечения охраны общественного порядка, учитывая, что в ночное время в наших городах и поселках остается крайне мало наружных нарядов, наши сотрудники должны уметь все. И сейчас, и тогда. То есть мы являемся, ну, все равно основой, наверное, правоохранителей вот в этом сегменте. Особое внимание при подготовке будущих сотрудников уделяется специальным дисциплинам. Под руководством опытных инструкторов центра курсанты обучаются секретам огневой подготовки, совершенствуют свою физическую форму, изучая в том числе приемы рукопашного боя, осваивают навыки эффективного оказания первой доврачебной помощи. Виктория Шарая, События. На этом наш выпуск завершен. Все новости читайте на официальном сайте Самара Гиз, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!